На парламентских слушаниях прозвучала идея о том, что может быть вообще отказаться от режима общей совместной собственности. Причем заявляли это коллеги, которые говорили о том, что это как цепи для супругов общая совместная собственность. Аргументов, обосновывающих подобное нововведение, к сожалению, на мой взгляд, не приводилось. Более того, законопроект, который вносился в Государственную Думу, он предлагал установление презумпции общности супружеских долгов. И это тем более странно, когда на фоне закрепления презумпции общности супружеских долгов прозвучало предложение о возможности отказа от общей совместной собственности. Вместе с тем, как вы видите, на сегодняшний день этого отказа не происходит. Почему? Потому что на самом деле никто не проводил исследования и, как минимум, социологического опроса, не ставил задачу выяснения, действительно ли режим общей совместной собственности на сегодняшний день не оправдывает ожидания. Поэтому, на мой взгляд, конечно, есть альтернативный режим договорный, благодаря которому можно изменить режим общей совместной собственности, перейти к режиму раздельной собственности, либо предусмотреть комбинацию режима совместной, долевой собственности, раздельной собственности на все имущество или отдельные его виды. Правда, второй аргумент, который приводится сторонниками идеи отмены общей совместной собственности, это то, что брачные договоры стали оспариваться в судах. Действительно, такая проблема на сегодняшний день тоже существует. На мой взгляд, особенно ярко она стала проявляться после введения норм о потребительском банкротстве, то есть о банкротстве граждан. Статистика, как вы знаете, последние годы показывает, к сожалению, стабильную динамику, достаточно высокую разводов. У нас 777 тысяч в среднем в 2020 году было заключено браков и более 500 тысяч разводов. То есть это достаточно высокий показатель. Но что можно отметить? Брачных договоров в 2019 году было заключено на уровне 12% от заключаемых браков. В 2020 году уже на уровне 18%. На самом деле, показатель достаточно высокий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова